это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер когда севастополь и крым вернулись в россию 2014 так пожалуй ответят многие некоторые наиболее радикальные заявят что полуостров россия никогда и не покидал однако реальное возвращение стартовало 20 января 1991 года именно тогда состоялся референдум об автономии крыма тогда началась большая игра и вот 20 января этого года крым отметил 30-летие с той памятной даты день республики самое время поговорить о том когда крым наш и о том когда он не наш первую автономию крым получил в 1921 году и стал крымской асср однако уже сорок пятом году автономии его этой лишили и превратили в крымской область а вот после явился никита сергеевич хрущев его решение сделать полуостров части украинской ссср год пятьдесят четвертый решение хрущева стало роковым когда в девяносто первом советский союз тяжко переболев кончил жизнь самоубийством вот пожалуй для описания той трагедии краха союза лучше всего подходят строчки томаса эллиотом вот как кончается мир не взрыв но всклип ссср в документе объявляется прекратившим свое существование как субъект международного права и как геополитическая реальность россия как заметил солженицын потеряла крым за 24 часа слова в том числе и поэтому александр исаевич отказался принимать орден из рук ельцина а вот возвращение длилось долгих 23 года а между тем в том году в девяносто первом той по советской украине крым и не особо был нужен украина придя в национальное движение в рух так мечтала о своей независимости что согласилась бы на что угодно однако ельцин на передаче крыма не настоял и забыл о крымчанах сообразим 3 грешно смеяться над больными людьми а между тем люди на полуострове наоборот просили защитить их и 20 января 91 года состоялся первый в истории союза референдум на нем 81 процент крымчан ответил на единственный вопрос вы за воссоздание крымской автономной советской социалистической республики как субъекта союза ссср и участника союзного договора и вот 93 процента проголосовали за автономию на заметьте нет ссср от украины они хотели быть с россией однако их обманули как обманули русских людей в приднестровье и таджикистане где были чудовищные национальные конфликты чудовищные войны и на стенах домов русских писали убирайтесь отсюда да и в самой россии относились не самым лучшим образом ну вот что например было в чечне с русскими людьми до состоявшихся там войн но иначе как геноцидом это не назовешь а где твоя родина сынок сдал горбачев свою родину американцы чтоб тусоваться красиво а теперь твоя родина две войны и крым про русских людей прибалтики сдала сербов на балканах сдала родин сегодня родина там из тепле и ты лучше меня это знает россия управлялась извне пока вечно пьяный президент веселил своих западных господ а те потешались над ним да и что скрывать над всей страной красный мамонт рухнул и к его трупу тут же сбежались прожорливые алчные пигмеи которые хотели урвать себе кусок пожирнее и вот самые щедрые порции к слову ухватили те кто еще недавно вел страну к светлому будущему коммунизм но после проклинал его как самую чудовищную вещь на свете очень точно об этом сказал василий белов во время политической линьки государственные мужи меняют обычно не одну внешнюю окраску но и свое название свое назначение очень точное слово политической линьки фактически в стране установился реваншистский капитализм очень точно одним написал другой деревенщик валентин распутин реваншистский капитализм утверждающийся в россии уродлив еще и потому что он находится в состоянии войны не только с коммунистическими но и с историческими традициями имеет своим происхождением общечеловеческие в кавычках конечно ценности которые позволяют бомбить югославию ирак и говорить о необходимости мер связи с перенаселением планет дальше очень точная формула написание той жизни если на одной стороне властвует правило обогащайся кто как может на другой спасайся кто как может вы чё ребята все стреляете хочу а то что уже не стреляют сейчас по-другому бизнес делает вот крым тут находился в особых условиях фактически он испытывал те же беды что и остальная страна но при этом пребывал в общем-то вы народном поле и оттого окончательно превратился в остров очень меткое выражение василия аксёнова остров крым но остров внутри которого находятся другие острова то ведь знаете ли только у материкового жителя крым неизменно ассоциируется но с бокалом игристого вина на берегу моря автомашины куплю с магнитофоном пошли костюм с отливом и в ялт но ведь есть и совсем другой крым ну например степной северный с морозами по 30 градусов вообще фактически это такой себе мультинациональный мультикультурный регион где переплетаются сотни народов и народности их судьбы фактически крымчане могут рассказать всему миру о том как жить в единстве многообразии сохраняя при этом собственную идентичность однако при всем этом крым неизменно дрейфовал сторону русского пространства и вот к сожалению немногие выжили в рискованном путешествии те о ком говорят мало или вообще не говорят вот часто ли например вспоминают о первом президенте юрия мешкови часто ли говорят о лимонов цах которые в девяносто девятом году забаррикадировались на башне матросского клуба и сбрасывали оттуда листовки севастополь русский город до сожалению до 2014 добрались немногие куда россия катится когда такие уроды как ты с мигалками есть такие как ты чуть видишь на самом деле эта история не о плохой украине и не о хорошей россии благо и украина будем справедливы подарила крым очень много хорошего тут важно другое то что в 2014 году впервые люди севастопольцы и крымчане в данном случае сделали однозначный цивилизационный выбор делали его в пользу россии до был ход офицеров но главное тут и не надо забывать об этом голоса и поступки простых людей они именно они добыли ту победу о которой за несколько веков до этого прекрасно писал русский мыслитель данилевский и идеи к слову и реализовались 2014 чья могила тоже находится на полуострове вот его слова не та победа которая определяется подхваченными кусками материи на палках называемых знаменами и тем пространством на котором стояли стоят войска а победа нравственная та которая убеждает противников в нравственном превосходстве своего врага и своем бессилии была одержана русскими вот как пишет данилевский пусть он пишет о победе при бородино но те же слова можно отнести и крымской весне тут суть фундаментальных вещах потому что крым это ключ познание в определенной мере к покорению мира вот примеру да мой родной севастополь говоря о нем можно вспомнить из древности до города государства но тут правильнее говорить города цивилизации ведь севастополь стал своего рода засеченным камнем всей русской цивилизации вот несколько примеров да говоря о цивилизационном подходе мы говорим в первую очередь о религии о культуре и о языке религия по преданию князь владимир крестился именно херсонес далее язык распространение письменности шло именно северного причерноморья культура ну крым это сердце русской литературы а вот крымская война например сколько она дала нового для всего мира военная хирургия пирогова инженерная мысль новаторство тотлебина сестры милосердия во главе с дашей севастопольской это все на одном крошечном участке мира поскольку нового сколько революционного вот насколько же все органично переплетается на полуострове но только один пример да в анкерманский каменоломня был сослан папа 4 римский климент кстати объединяющая фигурой для католиков и для православных он был сослан в анкерманский каменоломня именно на поиски его мощи были отправлены кирилла мефодия и князь владимир который крестился в херсонесе по преданию увез киев как первую христианскую реликвию мощи именно климента то есть смотрите насколько все взаимосвязано потому что крым это особая совершенно особая преемственности традиции и вместе с тем особая мистичность да конечно много еще нужно расшифровать много еще нужно понять что-то отбросить что-то увековечить однако мы четко должны понимать что говоря о крыме мы говорим не о прошлом а будущем и мы должны понять этот миф потому что крым это именно что миф который необходимо расшифровать дабы в полной мере передать рассказать его потомкам и в этом в том числе лежит ключ к миссии россии именно так миссия россии вот что кстати об этом пишет итальянский мыслитель джульетта пьеза недавно почивших слов россия должна высказываться в интересах всех и каждого иными словами в интересах выживания человека необходимо нечто большее необходим мощный сигнал идеология спасения которая жизненно необходимо всем народам земли каждой культуре и религии согласитесь крым дважды и в 91 2014 показал какой должна быть это новая идеология спасения идите и скажите всем в чужих краях что русь жива пусть без страха жалуют к нам гости но если кто с мечом к нам войдет от меча и погибнет совершенно особенное место на карте а значит и относиться к крыму нужно по-особенному делаем ли мы это или наоборот бездарные нагло растрачиваем и эксплуатируем застраиваем засоряем пытаемся выдавить ради каких-то денежных выгод вот этот тупиковый путь потому что блестяще описано в литературе как величайший дар может легко превратиться в проклятие согласитесь люди которые вышли на референдумы и в 2014 в 91 явно голосовали за дар но никак не за проклятие ну а закончить программу я хочу рубрикой герой нашего времени которая стала уже традиционным кто он герой нашего времени вот смотрите в бурятии мужчина возвращаясь домой сбился с пути застрял без связи застрял в мороз в лесу и буквально начал погибать жена тут же забила тревогу вот на помощь пришел участковый александр агафонов представьте бросив машину дабы на ней не увязнуть в снегу он отправился в лес пешком и после нескольких часов поиска отыскал этого умирающего замерзающего мужчину после чего внимание нес его на себе полтора километра вот другого выхода не было пострадавший нуждался срочной помощи так скромно и сдержанно рассказал этот герой александр агафонов он донес и спас человек вот такие у нас людям настоящие и никогда не забывайте об этом это была программа игра в классики берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви и конечно королевского терпения